Две книжки, две находки для дизайнеров. Одна книжка у меня уже очень давно, еще с институтских времен, и тогда ее было действительно сложно купить, потому что они нигде не продавались. Автор Елизабет Друди. И здесь тоже Елизабета Друди. Книжка, которая только в этом году попалась мне в руки, она направлена на мужскую моду. Давайте я вам их обе покажу. В чем здесь особенность и в чем прелесть этих книг? Вот это вот рисунок фигуры, я ее в принципе рекомендую приобрести всем. Не знаю, есть ли современное переиздание, оно мне, к сожалению, не попадалось в руки. Это книжка, по-моему, 2003-2001 года издательства. То есть если только купить ее в каком-то поддержанном виде, то есть ей уже 20 лет. Но вот видите, она за 20 лет у меня в шикарном состоянии, хотя немножечко уже, я с ней много работала, какие-то странички уже раскрылись. Здесь начало идет с пропорцией анатомии, то, как мы будем с вами строить фигуру, какие у нас есть у нее пропорции. И вот здесь очень наглядно показан сначала разбор базовый, именно физиологический, именно особенности формы, объемов, как это будет в реальном человеке. А потом очень здорово, что показано, как это видоизменяется, когда мы начинаем с вами рисовать именно фигуру модельную. Смотрите, достаточно много портретов, потому что портрет это тоже важная часть. В эскизе я знаю, что многие любят рисовать просто точку, но все-таки, когда он у нас оформлен, это намного интереснее, намного красивее получается. Руки, ноги, лицо, глаза, особая пластика. Здесь все это показано, рассказано, вот то, что я вам говорю, анатомически. То, что внутри у нас все-таки скелет, сверху мышцы, это все у нас в движении. Принципы контрапоста, S-life, S-curve, как ее иногда называют. Вот оно здесь все заложено. Вот они принципы движения, как что где будет изгибаться, как оно будет плавно идти и формироваться. И вот уже формирование ритмичного, динамичного изображения, чтобы оно было, ну давайте скажем так, правильным. Вот они вот эти вот человечки. Честно могу сказать, во время обучения в институте я очень много времени с этим провела. Именно по этой книжке и училась. И вот то, что я хотела вам рассказать. Это стилизация. Когда мы с вами говорим про реального человека, хотя здесь 8,5 голов, я вот сколько не мерила, выше 8 людей особо не нашла. Только если это африканская раса. Вот они бывают очень высокие, очень худые. Например, если мы будем смотреть азиатов, то они наоборот будут еще ниже. У них там 7,5 голов, 7 будет. А здесь вот смотрите, модная иллюстрация. Я тоже об этом рассказываю. 9,5 голов и вот 10,5 готов. Голов, смотрите, как вытянули. И тянут в основном ноги. То есть туловище приблизительно оставляют, а тянут ноги для того, чтобы она была вот эта высокая, тонкая и звонкая. Поэтому сначала мы разобрали базовую анатомию, как это все рисуется, а потом ее удлинили для того, чтобы она у нас получилась такая вот высокая. И здесь, конечно же, вот смотрите, фигура, как будто бы она разворачивается с разных ракурсов, с разных сторон. Я прям над этой книжкой много часов провела, изучала. У меня не вошел стиль автора в мою стилистику, но многие вещи, которые здесь показаны, как это все делается, я, конечно же, брала это, перенимала, копировала для того, чтобы это наработать. Здесь действительно это интересно. Но вот смотрите, книжка сделана 20 лет назад, 2001 года издания. Смотрите, все равно, насколько это ярко, насколько это актуально, насколько это все не ушло. А это вот технические рисунки, тоже документация, оформление. Все это пока еще осталось так же. Но если здесь немножко больше там ручного рисунка, то сейчас это все ушло в диджитал. И, конечно же, больше мы рисуем в программах. Вот эти известные штучки, они, кстати, практически во всех книжках встречаются. Здесь они тоже есть. Ну вот можно по датам это все посмотреть. А это книжка по женской моде. Как видите, здесь мужчин не было. А вот эта книжка новая, которая мне попалась в руки. И я очень счастлива, что она у меня есть. Сейчас я посмотрю, какое-то издание. Так, какой у нас... 20-й год. Соответственно, ну вот видите, между книжками 19 лет разница. Это на 2001. И здесь точно такой же принцип формирования. Сначала мы начинаем, смотрите, начали изучать со статуй древних, египетских, греческих, античных статуй. В этих статах мы показываем. Потом идет изучение анатомии, изучение... Притом анатомия, она изучается художниками немножко по-другому, нежели в медицине, да. У нас происходит изучение формы того, как формируется фигура, как формируется ее движение, как эти формы, соответственно, видоизменяются. Но все равно мы не можем отрицать, что внутри у нас скелет, внутри у нас мышцы. То есть мы изучаем ее вот так вот по-разному, да. Реальный человек и как он раскладывается в геометрические формы, для того, чтобы нам эти формы можно было изобразить. Ну, видите, немножко другой уже подход книги. Но, тем не менее, это тот же автор. Видна та же самая стилистика. Тоже все это интересно. И, на мой взгляд, здесь стало больше диджитал. То есть вот то, что нарисовано там, оно было больше все-таки от руки. А здесь явно перешли на какой-то диджитал формат. Возможно, это Procreate, возможно, что-то другое. Но тоже есть. Смотрите, лицо подробно разобрано, так же, как там было женское. Прям вот стилистика. Откроешь и не пропустишь то, что это тот же автор, то, что можно это сделать. Смотрите, глаза. Вообще, с мужской модой есть такая особенность, что ее достаточно сложно рисовать и не у всех получается. У некоторых, кто привык к женской моде, рисуют очень феминистичных таких мужчин. А иногда это не здорово. То есть нужно как-то соблюдать баланс. То есть чтобы все-таки... Ну, это мужчина, это женщина. Анатомия немножечко другая. И именно по лицу часто бывает сложно, потому что очень женственно делают. Смотрите, рисунки складок, оборок, драпировок. Вообще, книжка, конечно, очень классная. Тоже мужские модели. Все равно мы немножко их вытягиваем. Они более высокие, чем обычные люди. Высокие, тонкие, звонкие. Вот здесь все это, пожалуйста, есть. И одежду сверху. Видите, мы начинаем накладывать. И как это все будет смотреться. Здесь все это прорисовано. Так что, кто станел сам мужской модой, вот вам прекрасный вариант. Кстати, смотрите, вот здесь digital добавили. Всякие трикотажные, узоры. Вот смотрите, твидовые ребята такие, да, здорово сделанные. Цветочные принты. То есть здесь, конечно, уже более широкий, более современный функционал. Он показан, но... А вот технический рисунок тоже. Технический рисунок, кармашки, строчки. Уже явно видно, что это вектор. Что это вот... Ну, скорее всего, это Adobe Illustrator. Здесь, конечно, не написано, но я не думаю, что это был Coral Draw. То есть они все это здесь воплотили. Так что для тех, кто занимается мужской модой, Элизабет Друди позаботилась. И вот есть такая замечательная книжечка. Крайне рекомендую. То есть всем художникам, всем дизайнерам эти две книжки станут классным подспорьем. И будут не просто пылиться у вас на полке, а вы будете их постоянно использовать. Наслаждайтесь.